Одним из основателей отечественной военной авиации по праву называемый кубанского казака Вячеслава Матвеевича Ткачева, первого георгиевского кавалера в авиации, сподвижника русского авиатора Петра Николаевича Нестерова. 9 июня 1917 года Ткачев был назначен начальником полевого управления авиации и воздухоплавания при штабе Верховного Главкомандующего, то есть Главкомом Российской Авиации, номер один. Сотрудник нашего музея Александр Геннадьевич Бурмагин в статье «Кубанский сокол», опубликованной в газете «Комсомолец Кубани» 30 мая 1989 года, писал, «Изучая биографию этого легендарного человека, поражаешься часто встречающимся термином впервые». Вячеслав Матвеевич Ткачев участвовал в первом перелете в строю в истории мировой авиации. Впервые в истории русской авиации был проделан самый дальний перелет. Награжден первый среди летчиков орденом Георгия Победоносца. Он автор первого пособия по тактике воздушного боя, организовал первую в русском воздушном флоте истребительную авиацию. Он первый генерал русской авиации, награжден высшими орденами России, Франции, Англии, Бельгии. Вячеслав Матвеевич родился в 1885 году в станице Келермейской Майкопского отдела Кубанской области в семье потомственного дворянина, войскового старшины. С детства Ткачев слышал рассказы казаков о боевых походах, мечтал о воинской славе. В шесть лет он уже был прекрасным наездником, к десяти самостоятельно обучился грамоте, затем воспитывался в Нижегородском кадетском корпусе. По окончании Константиновского артиллерийского училища в Петербурге, получив звание Харунжева, начал службу в пятой казачьей батарее. В это время Ткачев увлекся авиацией, тогда только что зарождавшейся. Постепенно это увлечение стало делом всей его жизни. В 1911 году Ткачев окончил частную школу в Одессе и получил от Всероссийского аэроклуба пилотское БРВ за номером 65. Затем по окончании Севастопольской школы военных летчиков служил в 11-м корпусном авиаотряде, командиром которого был известный руслый летчик, автор «Мертвой петли» Петр Нестеров. Вместе с Нестеровым Ткачев участвовал в знаменитом по тому времени групповом перелете по маршруту Киев-Остер-Нежин-Киев. Осенью 2013 года сотник Ткачев на аппарате «Ньюпор» совершил перелет, выдающийся из ряда всех современных дальних полетов в России по маршруту Киев-Винница-Берзула-Одесса-Алешки-Джанко-Этамань-Екатеринодар, приземлился в Чистяковской роще. Летчики преодолели 1500 верст, на высоте 1500 метров летели. За этот перелет Ткачев был награжден золотым жетоном Киевского общества воздухоплавателей. Всю Первую мировую войну Ткачев находился на фронте, где проявлял чудеса храбрости. В 2014 году, возвращаясь из разведывательного полета с ценной информацией, под ИСАУ Ткачев попал под дружейный обстрел. Одна из пуль пробила масляный бак. Понимая, что не сможет долететь до своих, летчик сполз на пол, ногой закрыл пробойную, в таком положении дотянул до русских позиций. Летом 16-го немцы сосредоточили под Ковалем мощную группу бомбардировочной авиации, 10 аэропланов, которая буквально терроризировала тулы русских войск. По распоряжению ставки Ткачевым была обучена первая в России истрепительная авиагруппа, около 20 аэропланов. На самолете Ткачева была установлена облегченная рация. Результат радиосвязи был ошеломляющим. За 20 минут от налета было уничтожено 3 неприятельских батареи. Ткачев был назначен инспектором авиации и воздухоплавания Юго-Западного фронта. Главнокомандующий фронтом генерал Алексей Брусилов наложил резолюцию на представление. «Мне для дела, кроме Ткачева, никого не надо». И Ткачев был утвержден высшим руководителем всего русского воздушного флота, начальником полевого управления авиацией и воздухоплавания при штабе Верховного главнокомандующего, сменив на этом посту великого князя Александра Михайловича. В 1920-м Ткачев эмигрел в Югославию. Ему было 24 года. Там жил и работал. Когда советские войска приблизились к Белграду в 1944 году, Ткачев отказался эвакуироваться, за собой вины не чувствовал. Он был арестован, доставлен в Москву. Особое совещание под председательством Берии вынесло решение о заключении Ткачева по 58-й статье сроком на 10 лет. По отбытии наказания Ткачев не воспользовался правом иностранного подданного и поселился на родной купании в Краснодаре. Принял гражданство СССР. 70-летний генерал работал в артиле инвалидов-переплетчиком, но дух Вячеслава Матвеевича не был сломлен. Он начал работу над воспоминаниями об истории русской авиации. Экономил деньги на поездки в Москву в военно-исторический архив. От Ткачева вспомнили в Москве. Многие были удивлены, что он жив и работает в России. По заданию исторической секции ВВС Ткачев написал воспоминания о далеком прошлом русской авиации. Рукопись хранится и в нашем государственном архиве Краснодарского края. В 1961 году в Краснодарском книжном издательстве вышла его книга «Русский сокол» о друге русском летчике Петре Нестере. Нестеров геройски погиб в Первую мировую войну, совершив таранный удар австрийского самолета. Книга «Русский сокол» демонстрировалась в нашем музее на выставках «Человек и космос» Кубани «Космонавтика». В 1965 году закончилась жизнь человека, стоявшего у стоков русской авиации. Похоронен Вячеслав Матвеевич на Славянском кладбище в Краснодаре. Писатель Александр Кудрин в 1917 году в рассказе «Люди-птицы» о таких русских летчиков, как Ткачев, сказал так «Высокая напряженность внимания, недоступные большинству людей ощущения страшной высоты, глубины и упоительной легкости дыхания, собственная невесовость и чудовищная быстрота все это как бы выжигает, вытравляет из души настоящего летчика обычные низменные чувства, зависть, скупость, трусость, мелочность, форливость, хвастатство, ложь, и в ней остается чистое золото». К 110-летию знаменитого русского летчика в Краснодаре была открыта мемориальная доска Вячеславу Матвеевичу Ткачеву на доме, в котором он жил по улице Рашпельская, 82, в присутствии главнокомандующего ВС России генерала Петра Дейнекина. Прошел военный воздушный парад. Так почтили его при жизни незаслуженно забытого. В 2007 году в Санкт-Петербурге вышла книга Ткачева «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации». Краснодарский режиссер Валерий Тимощенко снял документальный фильм «Летчик милостью Божией. Вячеслав Ткачев». Память о выдающемся летчике в России жива.